РАБОЧИЕ БУДНИ В НЕБЕ Многие романтизируют профессию бортпроводника. Красивая форма, бесконечные полеты и путешествия. Но представления сильно отличаются от действительности. Эта работа – тяжелый труд как с моральной, так и с физической точки зрения. Постоянно происходят какие-то изменения в процедурах, в протоколе действий. И готовы к любой ситуации, реагировать моментально. В принципе, для этого мы там есть. В первую очередь мы на борту для безопасности пассажиров. А уже во вторую очередь для сервиса и для комфорта. Есть, кого надо успокоить, есть, кто все понимает. Кому-то может быть плохо, надо успокоить, поговорить, дать водичке или что-то в этом роде. Также были ситуации, когда совершали посадку, не запланированную, по определенным причинам. Тоже всегда куча вопросов. То есть определенная дополнительная нагрузка на экипаж. Несмотря на то, что Стюарт является младшим членом экипажа воздушного судна, на его плечи ложится колоссальный объем ответственности. Он играет роль врача, психолога, официанта, бармена, спасателя и просто хорошего собеседника. Ивр пять лет работает в небе. Уже стал старшим бортпроводником и работает с пассажирами бизнес-класса. До сих пор помнит свой первый полет. Мне очень нравилось летать. Ну и на взлет в Риге я сидел в кабине пилотов, чтобы понять, как они работают, что у них там происходит. А на обратном пути меня уже отправили в салон, помогать коллегам. И это было немножко странно, непонятно, почему я должен ходить, на меня все смотрят, что-то от меня все хотят. И не понимаешь, как передвигаться по салону, как там правильно может быть ответить. На заре становления гражданской авиации стюардами работали исключительно мужчины. Но постепенно профессия стала приобретать другое лицо. И сейчас большинство бортпроводников именно женщины. Разные стереотипы. Даже сама песня стюардесса по имени Жанна. Наверное, как многие приходят в эту профессию на годик полетать. А потом посмотрим, ну, так и уже и 10 лет работают, и 7, и 15, и 20. Поэтому авиация в этом плане затягивает. Надо считаться с тем, что зачастую на семейных праздниках не получается присутствовать. Потому что либо командировка, либо просто находишься в рейсе. Также уже 4 года подряд встречаю Новый год в небе. Многие авиакомпании целенаправленно набирают мужской персонал. На борту без мужчины не обойтись. Здесь часто бывает нужна сила, например, чтобы поднять тяжелый чемодан на верхнюю полку. Может быть даже и три стюарта, когда полностью мужской экипаж. Порой даже бывают такие требования к определенным рейсам. Я думаю, что в целях более спокойного рейса, и чтобы не приходило никаких ситуаций на борту. Но бывает, когда начинают, так скажем, приставать к девушкам. И в этот момент, да, наверное, очень хорошо, когда есть мужчина на борту. То есть сразу же меняемся. Я прошу обслуживать других пассажиров, а сам иду к тому пассажиру. Девочки чувствуют себя более защищенно в этой ситуации. И мы, так скажем, даже более уверены, наверное, что есть кто-то, кто сможет за них постоять уже на борту самолета. В чем разница между чартером и регулярным рейсом? Там абсолютно другая атмосфера. Чартерные рейсы, когда люди летят отдыхать. Они сейчас уже отдыхают дома за день до этого, либо в аэропорту. Но тогда, да, тогда приходится к экипажу, может быть, даже не сладко. Начали знакомиться с соседями по салону, общаться, вместе выпивать. Наверное, даже пели песни какие-то. Давайте вместе с нами. Ну, чего вы, но приходится отказывать, так как все-таки мы на работе. На своих рейсах Ивар нередко встречает знаменитости. Несколько раз летал с экс-президентами Латвии. Бывает, что за день в небе проводят по 12 часов. И без курьезных случаев на борту, конечно же, не обходится. Бывают, пассажиры в поиске туалета пытаются открыть дверь самолета. Это, конечно, невозможно, это не получается. Мы, ну, поэтому там и находимся, чтобы сразу же их сориентировать. Были, да, были случаи, когда там пассажиры, не знаю, слишком сильно дернули ручку туалета, и дверь как бы, ну, отвалилась. Но мы ее сразу же поставили на место, и все в порядке. Алена Борисова, Роландс Бранц, Латвийское телевидение.